Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити! И сегодня я хотел бы поговорить о таком явлении в нашей психологической науке, как опросником MPI Minimult. В 1998 году на базе Челябинской медакадемии прошел развернутый большой семинар по данной методике. Сегодня собрались порядка 30-35 специалистов самых разных направлений, психиатры, психотерапевты, психофизиологи, медицинские психологи и обсуждали вопрос, посвященный работоспособности данной методики. Было заслужено 2 или 3 доклада, были приведены расчеты как за, так и против. Очень горячая дискуссия была в тот момент, в 1998 году обсуждался Minimult. В конечном итоге всеми было признано то, что уже было описано и в литературе к тому времени, очень горячая дискуссия была. Я присутствовал на том семинаре, конференции, очень горячая дискуссия была по поводу этой методики. Но вывод, заключение. Фактически, методика MMPI Minimult была подвергнута полному астракизму. Другими словами, признан тот факт, что пользоваться этой методикой нельзя ни в коем случае. Пользоваться методикой Minimult на 71 вопрос преступно в отношении вообще самих принципов, основ в тот момент патопсихологической диагностики для медицинских психологов. Любили эту методику психотерапевты, психиатры быстро. Действительно, 71 вопрос, это не 377 вопросов утверждений, вернее, как в методике адаптации Березина. Но, значит, эта методика не может быть использована при проведении патопсихологических, экспериментально-психологических исследований. В 2002 году, в то время я уже возглавлял лабораторию психологического обеспечения, меня пригласили быть рецензентом кандидатской диссертации одного из наших коллег, докторов. Он провел исследование исключительно там, медицинская часть, я уже даже сейчас, наверное, не вспомню точно, что там было за исследование. Но он писал кандидатскую и на защиту, значит, меня пригласили. В подтверждении своих исключительно медицинских каких-то моментов, исследований, он проводил скрининговую диагностику с помощью вот этой методики минимульт. Не очень приятный момент для меня был, когда, значит, вопросы стали задавать на защите и так далее, и так далее, и так далее. Смысл в том, что высказано было, на мой взгляд, безапелляционное мнение, что минимульт не может работать. Что фактически минимульт не работает на русской популяции. Он не выявляет то, что должен выявлять. Он не выявляет то, что заложено в его, как бы, в основе. Попытка создать такой вот сокращенный вариант ММПИ, она не удалась. 71 вопрос, утверждение методики минимульт не отвечает на те конкретные результаты, которые, как бы, он должен получать. Сложная была ситуация в 2002 году, вот, 1998, 1998 год, вот эта конференция, семинар. И, соответственно, в 2002 году я вновь столкнулся, что берут имени мульт и начинают им что-то исследовать, пытаться что-то найти, подтвердить какие-то свои уже собственные результаты. В общем-то, это уже новость Палишинеля. И я встречаю неоднократно сейчас, вижу, что некоторые медицинские психологи продолжают использовать этот самый опросник минимульт. Это преступно, это противоречит, он не работает, господа. Дамы, господа, надо понять, что он не работает на российской популяции, равно как не работает, опять же, повторюсь, значит, методика карточек, цветовых карточек. Ой, даже вылетело из головы, там, сколько их, 56 карточек цветных, 8 сокращенный вариант. Неважно. Надо понимать, что пользоваться в клинике, по меньшей мере, необходимо методикой на 377 утверждений адаптации Березина. Вопрос по поводу 566 утверждений методики Людмилы Николаевны Собчик. Он очень большой, огромный, но пользоваться, опять же, в клинике я, наверное, бы не рекомендовал этим опросникам Собчиковским. Но можно, конечно, попробовать, поработать, еще не все с ним ясно, с этим опросником. Он, в общем-то, не направлен, и это, собственно, делегируется самой Собчик, он не направлен на выявление какой-либо патологии. Ее теория индивидуально-типологических особенностей личности крайне-крайне интересна. Значит, методика ММПА ей адаптирована, но она сама пишет о том, в общем-то, это ни для кого не секрет, что этот опросник, 566 утверждений, СМИЛ, так называемый, он, значит, не для патологии, не для клиники. Часто путаница в названиях происходит, то есть, вот, СМОЛ, СМИЛ, МИЛ, все это является ММПА, каждый наш автор, значит, по-своему, как-то его перерабатывает, это название, но пользоваться можно только Березинским вариантом на 377 ММПА и МИЛ. Ну, соответственно, здесь вот на странице представлен мини-мульт, и он очень легко находится в интернете, тут, собственно, вопросы, утверждения, обработка, бланк ответов, описание шкал, ключ, очень легко в доступном виде находится в интернете, что не есть ГУД. Ну, вот, этот опросник, он, в общем-то, представлен здесь, как рабочий вариант. Почему это видео я сейчас записываю? Буквально вчера, просматривая очередные новости психологии, наткнулся на сайт больницы Лиски, где уж она находится, где-то в центральной области России, значит, там у них организуется лаборатория, подобно моей, значит, и там рекомендовано использовать те или иные методики в этой лаборатории психологического обеспечения, перечисленных перечень, они достаточно так взвешены, там и ПЗМР, и СЗМР, и РДО присутствуют, и ряд других каких-то методик, но я удивился, что коллеги собираются использовать для оценки железнодорожников, то есть они, видимо, как-то связаны с железными дорогами Российской Федерации, они собираются использовать и включили в перечень обязательных методик прохождения, значит, методики мини-мульт на 71 вопрос, прохождение обязательно. По поводу ММПИ Березина, во всех цивилизованных странах, ну, по крайней мере, где я бывал, это Америка и Германия, значит, как обстоит дело, в Германии пользуются классическим вариантом опросника, значит, на 377 утверждений, он для них, вот этот первый вариант, он для них является основным, отработанным, они используют его активно в клинике. Что происходит в Америке? В Америке пользуются психологи как первым вариантом ММПИ, и активно, буквально вот тоже с нулевых годов текущего века, они ввели адаптированный опросник ММПИ-2, так называемый. Он не адаптирован для российской популяции, не нашлось пока такого специалиста равному Березину. Это огромная работа, этому можно посвятить всю жизнь адаптации. ММПИ-2, они дают его раз в два года, то есть, вот если это клиника, и человек наблюдается по поводу какого-то психического заболевания, они дают его не чаще, ММПИ-2, дают не чаще раз в два года. То же самое происходит в промышленной сфере. Раз в два года на каждой атомной станции, работник, американский работник на атомной станции, проходит обследование по опроснику ММПИ-2. То есть, вот первый вариант, значит, там, когда он, 56-й год, по-моему, да, был, если я не ошибаюсь, возник. Вот, так дело обстоит в Америке, в Германии. А у нас организуют новую лабораторию, собираются использовать мини-мульт на 71 утверждение, ошибочная тупиковая ветвь развития этого опросника. Как я уже говорил в начале, конечно, 71 вопрос, это не 377, но я призываю всех, давайте не будем заниматься. Профанацией психологической работы. Мини-мульт на 71 утверждение, это профанация, обследование, будь то в сфере медицинской клинической психологии, при экспериментально-психологических исследованиях, будь то в области промышленной психозеологии, это профанация. Я повторюсь еще раз. На этом, пожалуй, все, о чем я хотел сказать. Благодарю вас за внимание и удачи вам.